К другим темам. Человек, который больше всего на свете любит труд и свою семью. 1 февраля свой 90-й день рождения отпраздновал известный в Северном Казахстане график, скульптор, труженик тыла Владимир Иванович Гачинский. Больше 17 лет он посвятил подготовке столяров в Петропавловском строительно-экономическом колледже. Студенты учебного заведения поздравили его с большим юбилеем, а виновник торжества рассказал им и съемочной группе МТРК о своем детстве, войне и о том, как он попал в Казахстан. Сегодня у меня настоящий праздник. Настоящий. Так Владимир Гачинский ответил на вопрос, какое у него настроение в день большого юбилея. Отличник образования, труженик тыла, талантливый скульптор, счастлив в свои 90-е принимать гостей. Общаться с коллегами, родными, студентами колледжа, где он проработал больше 17 лет. Праздничный день для именинника ребята приготовили несколько музыкальных подарков. После бардовской песни Олега Митяева студенты Петропавловского строительно-экономического колледжа по заказу виновника торжества сыграли знаменитую военную «Катюшу». С первых ее нот Владимир Иванович стал задумчивым и грустным. Было видно, какая непростая, но в то же время важная для него тема Великой Отечественной. В те годы 12-летнему детдомовцу, сыну репрессированных родителей, пришлось рано повзрослеть, стать сильнее. Березовский пионерский лагерь. Мы оказались там, домики были летние, утепляли их камышитовыми этими и работали в колхозе. На фронт ушли все мужики, колхоз в основном был одни женщины, и мы как рабочая сила нормально работали. У нас было человек детдомовцев 120, это большая считалась сила. В 44-м Владимира Ивановича забрала в Украину бабушка. Вдвоем они встретили победу, потихоньку налаживали быт. Послевоенные юношеские годы, проведенные с родным человеком, навсегда останутся в сердце пенсионера. Свою правнучку Владимир Иванович в память о бабушке назвал Софией. В нашей стране он оказался в годы целины. Лучший комбайнер Казахской ССР привык трудиться руками. Способными они у него были не только к физической, но и творческой работе, причем с детства. Свой первый конкурс по скульптуре он выиграл в 11 лет, но от подарка в виде дорогого пальто решил избавиться. Я его одел, это детдом, потом понял, что завтра меня будут звать попугай. Я аккуратно скрутил, связал, туалет в уличный. Я туда пошел, опрокинул, оно не тонет, я пошел, тычку нашел и утопил. Мальчишка не хотел выделяться среди других детдомовцев, но после 30-ти, когда резьба по дереву стала его основной работой, спрятаться от внимания уже было невозможно. Бесконечные выставки и показы, не и ночи напролет не только в домашней, но и в мастерской колледжа. Казалось, руки сами тянулись творить. А Владимир Гачинский не останавливал их, старался успеть сделать как можно больше. Нередко попытки создать что-то удивительное заканчивались неудачей. Например, грустная виолончелистка в углу мастерской, как напоминание мастеру, что мрамору нужен особенный подход, который, к слову, Владимиру Ивановичу никогда не нравился. Всю скульптуру он делал без чертежей и набросков, как и свою гордость. Бюст Макжана Жумабаева. Где-то я вычитал. Это казахский Пушкин и красавец Сергей Есенин. Я его делал красивым, потому что история эта зафиксирована. Владимир Гачинского всегда вдохновляли известные люди. Но самое главное – муза и скульптурное изображение, которое стоит не в мастерской, а в центре гостиной, всегда была супруга. Людмила Ивановна старалась не мешать мужу творить. В эту комнату, где всегда пахло лаком и деревом, она не входила. Просто терпеливо ждала, когда ее любимый мастер закончит очередную работу. И они, наконец, проведут время вдвоем, наслаждаясь совместными хобби. Мы фактически с ними вели активную жизнь. Утром мы ходили на дачу. Там пока чуть польем, идем на рыбалку. Рыбалкой придем, шарим, идем в лес. У нас не было ни одной минуты свободной. У нее три стынга. Вот такой, вот такой и вот такой огромный. Итак, рука об руку Владимир и Людмила Гачинские вместе уже 65 лет. В день юбилея их дети приехали поздравить любимого папу, но от съемок отказались. О том, как любят его и гордятся, они говорили за кадром, без камер и микрофонов. Дарья Пашмынцева, Желудузбек Ермуканов, Новости МТРК.